МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Остаются два направления – Донецкая и Мариупольская. Позиционная война продолжается возле Авдеевки, Горловки и Светлодарска. Там пророссийские силы буквально засыпают минами. Украинские укрепрайоны подключают оккупанты и ствольную артиллерию. На Приморском рубеже громкими остаются два района. Это участки фронта Красногоровка, Марьенко и Павлополь-Широкина, где боевики активно используют танки и машины БМП. На юге области ситуация значительно сложнее. Как и ранее, под вражеским прицелом остается каждый наш опорный пункт. Основные горячие точки – Водяное и Широкино. Например, в Водяном между 10 и 17 часами произошло 4 артобстрела. Минометы боевики применяли сразу на пяти позициях. И вот буквально несколько часов назад боевики из Градов накрыли Авдеевку. По предварительным данным, повреждено 18 домов, расположенных в старой части города. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщают в пресс-службе Донецкой областной полиции. В обстрелянном районе сейчас работают правоохранители. Они документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая нужна помощь. Боевики понесли серьезные потери на Донбассе. Украинская разведка сообщает, что за сутки пятеро-двухсотых. Это российские морпехи, которые базируются в Новоазовске. Трехсотых – одиннадцать. Все они – наемники штурмового и мотострелковых полков, которые стоят в оккупированных Донецке, Новоазовске и Кальмиусском. Митинги, шествия, пикеты и автозаки. В России на митингах против коррупции уже десятки задержанных. Сообщения поступают из городов Урала, Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, в частности, из Хабаровска и Владивостока. По словам очевидцев, задержания начались с первых минут акций. Полиция выхватывала людей из толпы. Вели они себя мирно. Силовики уверяют, собрания незаконные, с местными властями не согласованы. Хотя организаторы уверяют, разрешение все-таки есть. Начались задержания и в Москве. В центр города стянули большое количество силовиков. Пользователи соцсетей выкладывают видео полицейских и спецтехники. Участники акций требуют реакции властей на расследование фонда борьбы с коррупцией о тайной империи Дмитрия Медведева. Речь об элитной недвижимости российского премьера. В Беларуси снова акции протеста и снова аресты. Люди в Минске вышли на центральную площадь с требованием освободить задержанных на день воли. Буквально через пять минут после начала демонстрации сотрудники ОМОНа стали выхватывать людей из толпы и сажать в автозаки десятками. Силовики сообщают, данный митинг не согласован с властями. Внучка неведомая. Не знаю, где моя внучка. Она тоже была на акции, но она была не со мной, а с друзьями. Дочь звонила в советское отделение милиции, куда внучку привезли. В отделении сказали, что ее вроде бы отпустили. Но домой она так и не вернулась. Я до сих пор не знаю, где она. Исходя из того, что мы наблюдали, хотя мы видели и не все, никаких причин говорить о том, что это было немирное собрание, не было. Со стороны участников все было мирно, но мы увидели неадекватное применение силы и нарушение процедуры законов. На задержание в Беларуси уже отреагировали европейские политики. Депутат Европарламента от Европейской народной партии Жозеф Доль пригрозил восстановлением санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко, если репрессии в стране не прекратятся. Мобильные группы по борьбе с домашним насилием запускают Министерство внутренних дел Украины. В экспериментальном режиме их работу испытают в Киеве, Одессе и Северодонецке. Проект должен стартовать уже летом. Как минимум один вызов в смену о домашнем насилии поступает в отделение полиции, утверждает инспектор патрульной службы Анна. По статистике, 60% детей и женщин в Украине регулярно страдают от побоев в семье. Экспериментальные мобильные группы должны реагировать на такие случаи и предотвращать их. В новые формирования уже начали набирать людей. После обучения они приступят к патрулированию подопечных районов. В разных странах мира Европейского Союза, Канады, Америки существуют в основном отдельные подразделения. В Великобритании, например, которые занимаются сугубо вопросами домашнего насилия. Мы хотим сейчас понять, как интегрировать работу всех подразделений, как создать единый подход в формате мобильных групп. И, возможно, в будущем мы хотели бы видеть отдельные подразделения в национальной полиции, которые будут заниматься этим вопросом. Группы будут сформированы из правоохранителей разных профилей, патрульных, участковых, криминалистов, специалистов ювенальной превенции. В каждой по 15 человек. Большинство – женщины. Как показывает мировой опыт и украинская практика, они более эффективно урегулируют семейные конфликты. Женщина-патрульный много говорит и это отвлекает. Мы говорим, ой, какой у вас прекрасный сын, а сколько ему лет. Начинаем общаться с отцом-агрессором и градус конфликтной ситуации снижается. Еще мужчины не воспринимают женщин-патрульных как агрессора и чаще открывают дверь. Эксперимент МВД должен определить наиболее эффективный алгоритм противодействия домашнему насилию. Если работа первых групп будет результативной, уже в следующем году в Украине могут появиться спецподразделения для реагирования и предотвращения семейных преступлений. Оксана Прыжко, Влад Посудевский, UATV. Еще один праздник – у военных день Национальной гвардии Украины. Эту дату отмечают всего два года, хотя Нацгвардия существовала и раньше, от начала независимости до 2000-го. Потом структуру упразднили, а в связи с обострением ситуации в Крыму и на Донбассе решили восстановить. С праздником нацгвардейцев поздравил президент. Петр Порошенко поблагодарил военных за верность присяге, гражданскому долгу и преданность украинскому народу. Ведь за три года боевых действий Нацгвардия стала универсальным инструментом против гибридной войны. Сейчас это подразделение насчитывает 60 тысяч человек, многие из них – добровольцы. В ролях «Мировые звезды» режиссер, обладатель пальмовой ветви Каннского фестиваля в послужном списке оператора «Пятый элемент» и «Леон Киллер». Думаете, это релиз очередного голливудского блокбастера? Нет. В Украине завершают работы над первой семейной картиной в жанре фэнтези. Ее название – Полина. Так зовут главную героиню. Со съемочной площадки вернулась Мариана Макада. Выстрелы, танки, огонь, разрушенные дома – это не военные действия на Донбассе. Так выглядит павильон съемок первого украинского фэнтези. Сейчас «Украина-франко-бельгийский проект» на стадии завершения. Внести последние штрихи в монтаж фильма решил именитый режиссер Олиас Барко. Это именно тот фильм, который я задумал изначально. Очень доволен проделанной работой. Фильм – это эволюция. Возможно, еще будут коррективы, но хочу сказать – да. Получилось именно то, что я хотел. Франко-бельгийский режиссер два года назад поверил в талант юной украинки Полины Печененко. Предложил ей главную роль. Мне кажется, моя героиня, она как бы очень похожа на меня. Потому что по характеру она напоминает мне меня. Она такая же стеснительная. По сценарию, отца 11-летней девочки владельца киностудии арестовали. Полина остается жить со злой теткой, которая мечтает прибрать к рукам кинобизнес. Внезапно Полина оказывается по ту сторону экрана. Там живут сказочные герои и прячутся страшные тайны. Там иногда мы вставали очень рано именно на съемки. И это было довольно сложно. И оставаться энергичной, чтобы показывать какие-то еще эмоции, учить слова. Также в фильме снялся известный американский актер Соул Рубинек, легендарный спортсмен Василий Веростюк и певица Джамала. На прошлой неделе в Париже прошли до съемки фэнтези. Заключительными стали эпизоды с участием актера Жана Рено. Изначально в сториборде мы нарисовали Жана Рено именно в таком образе, каким он пришел к нам потом на съемки, с бородой. Но мы его об этом не предупреждали. Это на самом деле можно назвать каким-то волшебством. Премьеру запланировали на 2018-й. Оли Асбарко восхищен работой в Украине. Говорит, у страны отличный кинопотенциал. Марианна Макада, Том Белл, Александр Копыловский, ЮЭй ТВ. Вот на это будем прощаться. Спасибо, что вам интересна Украина. Оставайтесь с ЮЭй ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова